Дальше. Продвижение в сообществах и социальных медиа. Мы дальше в этом будем говорить. Это соцсети. Тематические ресурсы. Ну, есть какие-то форумы, да, есть на форумах разделы бьюти, да, есть в разделах бьюти разделы там наращивания ресниц. Вы можете сами их создавать, понимаете, эти разделы и обсуждать с людьми их, я бы даже не то чтобы, то есть здесь как бы два варианта. Либо вы исключительно по ресницам создаете, либо вы создаете в принципе о внешности, понимаете, и как бы рассказываете о макияже, там о бровях, там о том, о сём, и в том числе и о ресницах и о бровях, потому что, ну, как правильно вы сказали, замечательно, что мы, это все не отдельно друг от друга живет, да, а это целостный образ. Все, да, этот форум нужно туда забегать, читать, отвечать и так далее. Контекстно-рекламная кампания, это понятно, что, да, нарощенные и под значочком рекламы выскакивает. Это самый простой, ну, условно простой способ, который вы в принципе, хотя я тешила себя надежной мыслью, что я могла хорошо делать контекстную рекламу, пока я не нашла специалиста, мега-специалиста в этой отрасли, но в принципе вы можете сами, ну, там, научиться, да, есть там всякие курсы в интернете, которые позволят вам научиться там на каком-то элементарном уровне настраивать контекстное объявление. Это то, что на сегодняшний день приносит вам отдачу быструю, потому что вы там, во-первых, устанавливаете бюджет, сколько вы хотите, хотите 10 гривен в день, 10 гривен в день, хотите 110 гривен в день, 110 гривен в день, выбираете слова, да, по которым, выбираете там географию, понятно, что если вы, ну, условно, там, не знаю, в Макеевке, то вам не надо Киев, да, вы ставите себе Макеевка, там, Донецк, там, еще что-то там, если вы там в Киеве, значит, вы ставите себе, в принципе, Киев, я считаю, что ваша специальность, она дает вам широкие возможности вообще, в принципе, если вы эксперт, я думаю, что из других городов даже поедут к вам, это не проблема, поэтому вы сами выбираете себе географию, вы это все там настраиваете и все, вы не тратите, то есть, сколько вы бюджет установили, столько с вас Google испишет, да. Проблема в том, что я делаю исследование этой темы, проблема в том, что что ВКонтакте, ну, они в ВКонтакте, что контекстная реклама очень-очень сложная, именно в этой сфере наращивание ресницы, раскрутиться, кератиновое выпрямление на раз-два, контекстная реклама безумно дорога. Ну, я вам скажу, что, в принципе, реклама в интернете, она дорожает, и я вам скажу, что здесь нужно понимать, что сейчас все с вами идем к тому, что первый клиент не окупит нам, то есть, первое посещение клиента, да, почему нам нужно удерживать и возвращать, потому что то, что он нас один раз делает, нам его не окупит наше вложение в продвижение, понимаете, коллеги, поэтому мы должны его возвращать и окупит нам второй, третий его визит, ну, как правило, второй уже окупаем, Вы понимаете, как, в свое время наша индустрия, она у нас, индустрия красоты же как развивалась? У нас был Советский Союз, где было стандартно все, да, там, потом у нас Советский Союз развалился, и у нас стало огромное количество самых разных предприятий индустрии красоты, и у людей вот такой вот хаос в голове, да, потому что мы открываем двери салона, и мы не знаем, что там ожидать, что нам нас ожидает, дорого, дешево нам улыбнуться, нам обрадуются или нас там проигнорируют, да, у нас же в салоны принято приходить красавицы уже, для того, чтобы там на тебя посмотрели, как-то, ну, обратили внимание, поэтому к чему-то это все рассказывало, скажите мне, к возвращению, так вот, раньше в салоны не задумывались, вот клиенты приходили себе, вот такой был поток первичных клиентов, понимаете, об удержании никто не думал, потому что рынок рос, впервые, когда случился первый кризис, вот тогда впервые многие директора салонов начали рассказывать о том, что как все плохо в этой жизни, клиенты перестали ходить, а на самом деле не клиенты перестали ходить, просто вы никогда ими не занимались, наоборот, в кризисные времена, чтобы вы знали, клиентов ничейных, вот таких вот, которые шарахаются в поисках, их очень много появляется, сейчас, например, очень много салонов закрылось, очень многие салоны вообще перераспределились, там куда-то поуходили в подполье, понимаете, и клиентов очень много, вот они ходят такие неприкаянные, понимаете, со своими потребностями, желаниями, поэтому сейчас нужно быть экспертами и рассказывать о том, что вы эксперты и продвигаться всеми доступными вам способами, потому что именно вот кризис, он позволяет встать на ноги, а не тогда, когда все хорошо, когда все хорошо, когда вы на потоке сидите, вы потом, это краткосрочный бизнес, потом, когда клиентов не становятся, у вас становится меньше, вы не знаете, что делать с этим, понимаете, а просто вы никогда не удерживали их.